Доброе утро, дорогие друзья! На календаре 16 октября, суббота, и я от души приветствую вас в нашей студии. Хочу напомнить вам, что совсем недавно свой профессиональный праздник отметили работники почтовой службы Российской Федерации. И сегодня у меня в гостях очаровательный заместитель директора по операционному управлению Управления Федеральной Почтовой Службы Карачаева Черкесии Акционерного Общества Поста России Ольга Владимировна Шиянова. Доброе утро! Доброе утро, коллеги! Доброе утро, друзья! Доброе утро, жители и гости нашей республики! Спасибо вам огромное, что вы сегодня, несмотря на то, что субботний день, стали замечательным гостем нашей студии, несмотря на свою достаточно сложную работу. Прежде всего, мне бы пускай с некоторым опозданием, но хотелось бы поздравить всех работников вашей службы с вашим лицем, с вашим профессиональным праздником. Пожелать всем огромного здоровья, крепкого, которое сейчас просто необходимо каждому. И еще раз уверить вам, что ваша служба, она очень нам нужна, мы очень ее ценим. И вы знаете, если, не дай бог, завтра, ну, время оно ведь непредсказуемое, слетит интернет, то мы опять вернемся к нашим почтовикам, как говорят в народе, к обычной службе почтовых работников. И сегодня, готовясь к этой программе, я окунулась в такую ностальгию. Мне так захотелось взять в руки старый телефон с диском, который таким удивительным звуком прокручивался, ласкающий ухо. Или прийти на почтовое отделение и написать скрипящим, таким тонким перышком, которое ты окунаешь в чернила, какую-нибудь хорошую телеграмму добрым людям, своим знакомым или родным. Вот я понимаю, что вы не об этом будете сегодня рассказывать, скорее наоборот о всех нанотехнологиях, которые произошли в этой сфере. И с большим удовольствием мы это все выслушаем и порадуемся и за вас, и за нас, наверное, в первую очередь, тех, кто пользуется услугами почтовой связи. Спасибо большое, лица всех почтовиков. Очень рада, что вы нас пригласили. Спасибо за поздравления. Во-первых, хочется сказать, что мы не стоим на месте, мы стремительно движемся. Локомотив идет вперед, и очень много сервисов и услуг мы можем предложить нашим клиентам. У нас сейчас век цифровизации, век цифронизации, поэтому у нас очень много новшеств, которые произошли на наших почтовых отделениях. Это, во-первых, у нас есть такая услуга, простая электронная подпись. Я вам хочу рассказать, для чего она. Любой клиент, который приходит в отделение почтовой связи, независимо, городское отделение или сельское отделение, через оператора или начальника отделения, через нашу программу почтовую ЯС оформляет и может потом приходить в отделение и получать свои отправления, которые без наложенного платежа, только по смске приходящий на телефон. Это очень удобно, экономит время и наших работников. Мы уходим от ручного труда и уходим от бумаги. И также экономит время нашего клиента. То, что клиент может без паспорта зайти, сказать трек-номер, оператор его отследит, и придет смс, и по смске он получит свое отправление. Более, то есть периодически. Это очень удобно, вы сами на себе испробовали. У нас также еще есть извещения формы 22, также электронные, тоже по этим извещениям мы также в отделении, может клиент обратиться, также можем и оформить анкетку, подпишет клиент. И получается, могут получать все полностью РПО, даже с наложенным платежом. Это тоже очень удобно, тоже очень сейчас востребованная услуга, все пользуются, всем нравится. А еще вам еще раз хочу рассказать, что у нас есть мобильное приложение Почта России. То, что скачать его можно или через App Store, у кого айфоны, или через Play Market, у кого андроиды. Вот это почтовое наше приложение Почта России. Оно сейчас пользуется большим спросом. Я вам хочу рассказать, для чего оно. То, что мы можем по нему отслеживать все полностью отправления регистрируемые, у которых имеется штрих-код, и международные, и российские штрих-коды. Также мы можем отслеживать, получается, свою посылочку, которую мы заказываем на сайте. Допустим, даже пакеты Алиэкспресс мы можем по этому мобильному приложению отследить. Также в мобильном приложении мы можем оценить работу отделения. Вот, допустим, пришли в отделение, вам очень понравилась работа нашего, допустим, оператора, и захотели выразить благодарность. Вот в этом приложении можно оценить работу нашего отделения. А наоборот? Ну, это нет. Поругать? Ну, поругать лучше обратитесь к нам, пожалуйста. Просто мы на своем уровне уже выясним, в чем причина. Знаете, очень стало заметно. Во-первых, отсутствие очередей. Вот эта талонная система очень удобная. И как-то ругать, в общем-то, не за что получается. Наши девочки, наши работники, они очень стараются. У нас все работники уникальные. Вот у каждого свой подход к работе. Есть у нас и отличники, есть у нас очень долго, которые отработали на нашей почте. У нас очень много работников, которых мы ценим, уважаем. То, что стараемся, мы обучаем. То, что у нас очень развито обучение. То, что у нас каждый работник проходит ступень обучения. И зачастую очень много этих сервисов, которые внедряются, мы их обучаем, курсы проводим нашим работникам. Я заметила, что у вас очень много молодежи работает. Молодежи, да. У нас молодежи очень много. То, что молодежь стремится к работе. Вот операторы, начальники отделения. Не только по городу Черкесску, но и по всей республике. То, что почта обновляется, меняется. Молодежь к нам приходит. Но, конечно, не так, как хотелось бы. То, что очень много таких получается нюансов, что молодежи перспективнее работать на, допустим, в Мегафон-центре, там, Билайн-центре. То, что быть поближе к народу, то, что... Ну, мы тоже не сдаемся. Здорово. Очень отрадно заметить, что, видимо, в какой-то порядке очередности, ваше отделение почтовое ремонтируется. И, в общем-то, так стало классно. Вот я пользуюсь центральным отделением в городе Черкесске. Очень приятно. Заходишь. Чисто, очень светло. И все доступно как-то. Отрадно, конечно. Это не стоять возле стойки и бросить там перо с чернилами и написать, ну, какое-то сообщение телеграммного такого характера. Не только по городу Черкесску, но и по всей республике. Те отделения, которые уже, получается, требуются ремонта, мы их стараемся, включаем адресную программу. И подтверждена адресная программа. Мы их проводим ремонты. У нас очень в этом участвует задействован Лохмат Магомедович. Он нацелен, чтобы каждое отделение было отремонтировано, каждое отделение, которое было удобно, доступно для нашего клиента. Также для наших работников было приятно прийти на работу, прийти в попрятное чистое отделение и провести свой трудовой день. Это немаловажная работа, чтобы наши сотрудники были довольны. Так же, как и клиенты приходили с удовольствием в каждое отделение. Ну, раз уж мы так немножечко коснулись кадровой политики, нет у вас дефицита? Дефицит кадров тоже у нас имеется, как и на каждом предприятии. То, что есть и текучка, это присутствует. Ну, получается, в основном наши работники или переезжают другие населенные пункты, или города, или девочки наши выходят замуж, переезжают другие аулы, такое тоже присутствует. И поэтому текучка есть, конечно. А вы можете сегодня сказать, сколько всего по республике почтовых отделений у нас? Всего у нас, получается, 145 отделений по республике, это которые у нас работают, присутствуют практически в каждом населенном пункте. В тех населенных пунктах, где мы не можем организовать отделения, то, что мы обслуживаем близлежащими отделениями, то, что вся республика полностью обслуживается Почта России. У нас в городе, получается, 33 городских отделения, это в городе Черкесске, в городе Тиберда, город Карачаевск, город Усть-Жигута. И в Кавказске у нас тоже считается городским отделением, потому что поселок городского типа, а все остальные сельского типа отделения. Но мы практически ежедневно работаем, то, что у нас по сельским отделениям пятидневный режим работы, работаем со вторника по субботу, а по городским мы практически работаем 6 дней. Кроме отделения, получается, 3 нуля, которое у нас находится на Первомайской, оно работает на севоскресенье. Ольга Владимировна, а Печкиных еще не отменил никто? Почтальонов. Почтальоны, да, это наш основной локомотив, это наш основной такой состав, который трудится ежедневно, работает с людьми, выходит в доставку, доставляет наши письма, доставляет наши газеты, доставляет пенсию, соцвыплаты нашим получается пенсионерам, получателям. И поэтому это наш самый главный такой локомотив Почты России, который работает с клиентом. Какие сегодня трудности испытывают ваши именно почтальоны? Потому что, уж простите за такое уточнение, отмечу, что в моем подъезде, который, конечно, имеет кодовую дверь, постоянно всевозможная корреспонденция воткнута в обходную дверь. Да, вы совершенно правы. У нас очень большая проблема с почтовыми ящиками. Если на домовладениях мы можем беспрепятственно хотя бы в ворота вставить наше письмо или газету, вот в этих многоквартирных домах у нас зачастую нет отремонтированных почтовых ящиков. И, к сожалению, Почта России в этой стороне ничем помочь не сможет, потому что это прерогатива собственников жилья, что они должны в подъездах поставить. И поэтому очень затрудняется вот именно качественная доставка. Вот поэтому почтальону приходится вставлять дверь, чтобы доставить это, допустим, или газету, или извещение, или простое письмо, или счет-квитанцию. У нас очень много услуг. Мы практически доставляем и счета-квитанции, мы доставляем, получается, периодику, мы доставляем и письма. У нас сейчас налоговая компания, то, что у нас сейчас налог-сервис, письма поступили в большом количестве. И до 1 декабря, то, что мы раздадим, всем, кому мы не раздали письма, ну, большую часть мы уже раздали. Только единственное, кого не было дома, или где адрес был неверный, мы не смогли доставить. Это вот к концу года нужно успеть, да? Да, мы до 1 декабря должны будем доставить письма. И можно на почте России платить также налоги. Вот по этим налоговым отправлениям можно платить налоги. То, что мы принимаем и налоги, и штрафы, и пени. Мы принимаем полностью все виды платежей на почте России. И принимаем полностью все виды переводов. И также беспрепятственно можно платить все штрафы. Поэтому всех приглашаем, всех рады, всех ждем. Также можете оплатить у почтальона. Зачастую у всех почтальонов находятся МПКТ, мобильно-почтовые терминалы. То, что почтальон при посещении клиента может на дому сразу же принять этот штраф, налог. И может также до сотовой телефона взять оплату. Здорово. Я, например, не знала о такой услуге. А вообще почтальонов хватает сегодня? Потому что по-своему это женщины, труд нелегкий. Как-то вообще в современное время облегчает их работу? Стараемся по всей возможности работу облегчить. Но зачастую тоже опять-таки в некоторых отделениях есть, конечно, у нас дефицит, но мы работаем над этой проблемой. То, что заменяем мобильными получается группами. У нас есть мобильные группы на почте. То, что мы можем заместить начальника отделения, оператора и почтальона мобильной группы. Поэтому стараемся, чтобы население не страдало. Ольга, но всегда есть к чему расти, к чему стремиться. Может быть, где-то в России, так сказать, в средней полосе, в больших городах, мегаполисах. Есть что-то, чего еще нет у вас? Ну, зачастую то, что Почта России транслирует все новшества на каждый населенный пункт, на каждое отделение почтовой связи. У нас идет это планомерно. Поэтому такого, что в России было, то, что у нас не было, такого, я думаю, что нет. У нас достаточно, мы бежимся много со временем. Только единственное, что сейчас, в период пандемии, вот реально иной раз трудно возникает, что многие даже населенных пунктов, многие клиенты негативно относятся к нашим работникам. То, что ну, хочу сказать, что у нас все работники пришли, прошли прививки, некоторых есть у нас медотводы, некоторые у нас переболевшие, так что и с этим проблем у нас нет. Ну, это же хорошо, это здорово, значит, можно доверять. Да, можно доверять нашим работникам, то, что наши работники самые лучшие. У вас сегодня такая есть возможность обратиться к жителям, к нашим телезрителям, и, может быть, просьба какая-то у вас будет. Я не знаю, какого, правда, характера, но тем не менее, вдруг. Я просто всем хочу пожелать огромнейшего здоровья, наше сейчас нелегкое время, и благополучия в семьях. Вот самое главное, чтобы и на душе было хорошо, и в доме было тепло, но раз у нас с вами субботнее утро, то, что выходной день, всем хорошего дня, всем отличного настроения, и исполнения всех желаний, чтобы день прошел отлично. Спасибо большое. Вы такая очаровательная, такая лучшая, что совершенно верится легко в искренность ваших пожеланий. Спасибо вам большое, что вы были сегодня нашей гостьей. Удачи, успехов, терпения вам к вашему нелегкому. Спасибо огромное от всех почтовых работников. Спасибо вам. Друзья, напомню вам, сегодня в нашем субботнем утре была очаровательная гостья Ольга Владимировна Шиянова, заместитель директора по операционному управлению Управления Федеральной Почтовой службы Карачаева-Черкесии Акционерного общества Почта России. Мне же остается поблагодарить вас за внимание и пожелать хороших выходных. Так хочется, чтобы осень золотая еще немножко задержалась. Ну, посмотрим, что будет дальше. До свидания.